В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. День памяти, подвига и славы. О том, что значит дата 15 февраля для тех, чья судьба разделилась на две части – до и после участия в афганском конфликте. Открытый диалог с участниками событий. Котельному хозяйству 50. Специальный репортаж Анастасии Стропко о буднях и праздниках структуры с большой историей. Мир сцены, театра, искусство. Виктория Саченко смогла заглянуть в закулисье Брестского драматического театра и узнать, в чем истинный секрет хорошего спектакля и его режиссуры. Об этом и не только прямо сейчас. Инспекционно-досмотровый комплекс, предназначенный для контроля товаров, следующих через границу с железнодорожным транспортом, был торжественно открыт в областном центре Брещины. В церемонии принял участие председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Синько, представители Министерства транспорта и коммуникаций, местных органов власти и управления, посольства Китая и Казахстана, а также пекинской компании, которая в качестве международной технической помощи осуществила поставку оборудования и оплатила все затраты по строительству. Подробности в первом материале выпуска. Строительство железнодорожного инспекционно-досмотрового комплекса в городе Надбугом началось в мае 2016-го. Закончилась стройка в декабре. В сжатые сроки были возведены все необходимые для работы элементы – сканирующий туннель, операторная для сотрудников таможни, трансформаторная подстанция, сети инженерного обеспечения и другое оборудование. Благодаря современной системе комплекс может работать в любых, даже самых неблагоприятных погодных условиях, выполнять свою функцию по контролю грузов железнодорожных составов. Вы видели сегодня, что эта досмотровая техника позволяет в считанные минуты провести сканирование целого состава поезда, притом не останавливающего, а во время пути. И в последующем наши эксперты уже обрабатывают каждую сканограмму и выдают заключение по каждому вагону в отдельности. Остановка грузового состава и вскрытие вагонов происходит только в том случае, если специалисты отметили на снимках несоответствие с заявленным характеристикам. Если наш эксперт видит на картинке некое изображение, которое явно не совпадает с тем, что заявлено в документах, нашими инспекторами принимается решение от конкретного состава отцепить этот вагон, загнать на соответствующую досмотровую площадку, это уже выполняет по технологии железная дорога, и представить такой вагон к досмотру. Уже выходят досмотровики сотрудники, которые уже внимательно осматривают содержимое этого вагона. Ну, здесь уже, конечно, будет замедление. Но, как правило, результативность очень высока. Если уж эксперты сказали, значит, необходимо досматривать. На торжественной церемонии открытия была отмечена общая сумма инвестиций, которые вложили китайские партнеры в проект, порядка 5,5 миллионов долларов США. Компания Nuktech оплатила все проектные, строительные и монтажные работы, а также покупку оборудования. Возможным это стало благодаря подписанному в июне 2015-го межправительственному соглашению между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Отношения между Китаем и Белоруссией – это непростые отношения. То есть у нас отношения сейчас находятся на самом высоком уровне. Ваши президенты и наши председатели – они хорошие друзья. И народы очень-очень дружны. Мы должны помогать друг другу, поддерживать друг друга во всех делах. И поэтому я думаю, что сейчас ввод в эксплуатацию этого оборудования – это не просто оборудование, это символ дружбы между нашими народами. Комплексы, подобные открытому, уже функционируют в стране. Только на Брещене сегодня их уже три. Однако до настоящего момента такое оборудование поступало на службу только в автомобильных пунктах пропуска. Для железной дороги этот первый. И вероятнее всего, не последний. Беларусь – страна в центре Европы. Страна с высокой транзитной привлекательностью. И позицию данную важно укреплять. Ключевые категории в этом вопросе – безопасность и скорость. Комплексы же помогают пресекать попытки нарушений закона без потери во времени. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Дата, вписанная особым цветом в календарь белорусов. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С тех пор прошло уже 28 лет. Но время невластно над воспоминаниями тех, кому довелось пройти через страшное испытание войной. Над солдатами и офицерами, исполнявшими свой интернациональный долг. А также их женами, матерями и детьми. В боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан приняли участие около полутора тысяч брещан. Которые показали на полях сражений образец высокой стойкости, мужества и отваги. На деле доказали верность присяге. Ежегодно в символичную дату 15 февраля в городе над Богом вспоминают ушедших солдат и офицеров. София Бережная продолжит тему. Мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов, в эти дни проходили на различных площадках города и принимали их руководители всех уровней. Накануне на территории мемориала «Брестская крепость-герой» состоялась встреча заместителя председателя областного исполнительного комитета с представителями региональной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Предварила открытый диалог большая экскурсия по обновленным галереям мемориала, после которой прошел круглый стол. Тем для большой дискуссии оказалось немало. Вопросы помощи и поддержки вдов и матерей погибших воинов-интернационалистов. Льгот для самих ветеранов, многие из которых уже находятся на заслуженном отдыхе. А также тема патриотического воспитания молодежи. Сегодня вся эта немалая социальная группа находится под особой опекой государственных структур и общественных организаций. Конечно, понимать, что произошло, что несет война, вот это, конечно, важно для детей, прежде всего для нашей молодежи. Услышать это из уст людей, которые воевали, которые рисковали ежедневно своей жизнью, здоровьем, и они не понаслышке знают цену этой жизни. Было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. И в рамках этого соглашения проводятся различные мероприятия. В первую очередь, это то, что в коллективных договорах предприятий, там, где работают участники войны в Афганистане и не только, другие военные интернационалисты, предусматриваются различные меры морального стимулирования, материального стимулирования, ну, скажем так, к памятным датам, к дню вывода войска или к дню памяти воинов-интернационалистов. Федерация профсоюзов, областное объединение, особенно на уровне районов, проводятся всегда совместными мероприятиями с афганцев и профсоюзных организаций. Я хочу сказать, что одним из пунктов соглашения предусмотрено преференции или льготы для воинов-интернационалистов в учреждениях культуры. Война в Афганистане оставила след в сердце ни одной матери, жены, дочери и сестры. Всем им она принесла боль и страдания. Накануне символичной даты глава города Александр Рогачук встретился с домами погибших, а также с ветеранами афганской войны. Мероприятие носило рабочий характер. На повестке дня стояли актуальные вопросы, многие из которых долгое время были в разработке. Одним из таких является план по увековечиванию памяти погибших. Поступающие предложения, а их немало, не остаются без внимания. Путем обсуждений и анализа на встрече выносились решения, которые лягут в основу подготовки к тысячелетию города. Очень радует, что наши воины-афганцы, наши общественники активно генерируют идеи к тысячелетию. Активно предлагают хорошие посылы, которые не требуют больших финансовых затрат, но которые могут очень существенно и визуально, и содержательно украсить наш город. И даже по итогам данной встречи я для себя сделал вывод, что вот этой площадке техники, которая должна быть на территории крепости, наверное, мы даже ускорим эту работу. Это не очень дорогой проект, но он однозначно будет востребован и детьми, и молодым поколениям. Что касается возможной экспозиции музея, посвященной воинам-афганцам, мы к этой теме подойдем в более широком смысле. Это не только афганский период, служили воины во многих горячих точках мира, поэтому подойдем вообще к теме воинского подвига, к теме армейского подвига от 1945 года и до наших дней. Рабочая встреча проходила в форме диалога, что положительно сказалось на итогах беседы. В ходе разговора был охвачен широкий спектр вопросов. Личных просьб от присутствующих не поступало, что лишь подтверждает тот факт, что городские власти регулярно принимают участие в жизни жен, детей и матерей, павших солдат, оказывая помощь и поддержку. Что же касается спорных вопросов о льготном обслуживании и благоустройстве, то Александр Рогачук пообещал, что в ближайшее время все эти нюансы будут улажены. В ходе встречи были расставлены акценты на перспективу. Время показало общими усилиями, а главное верой в общее дело, возможность сделать многое. По окончании встречи председатель городсполкома вручил почетные грамоты самым инициативным. Общая беда когда-то сплотила людей. Они не стоят в стороне от проблем друг друга всеми усилиями, стараясь оказать поддержку. Когда у них какие-то вопросы, они звонят мне, что надо к медицине обратиться. Чем из меня я созваниваюсь куда-то их. Дом какие-то неурензицы. Ну, что подумал, какие семейные. Я иду, улаживаюсь. Сегодня в Бресте проживает 1217 ветеранов афганской войны. Многие солдаты вернулись с боевыми наградами, в то время как 28 наших земляков родные так и не дождались. Для семей погибших война – это не заживающая рана. Отдать дань памяти и уважения воинам-интернационалистам. На митинги с каждым годом приходит все больше людей. Среди них представители городской вертикали власти, организаций и предприятий областного центра. Ветераны и близкие люди павших воинов. Немало в их числе горожан, которых не коснулась война. Трагичные страницы истории не могут оставить равнодушными. Это боль всего народа. Того чьи сыновья, мужья и отцы были вынуждены взять в руки оружие. Обязательно нужно приходить к нашему памятнику. Винки, цветы, хорошие слова, все должно быть. Самый молодой сейчас афганец, ему 48 лет. И самая основная проблема – это проблема медицинского обеспечения. Уход, ежегодные осмотры качественные, где-то помощь какая-то медицинская, своевременная и так далее. Вот самое главное, что для нас. Ну и внимание. София Бережная, Анастасия Наздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, телекомпания БУК-ТВ. В продолжении темы. Митинг памяти воинов-интернационалистов прошел в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В торжественном мероприятии принял участие председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Командующий силами специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, ветераны, а также военнослужащие части. Анастасия Наздрин-Плотницкая с подробностями. Уже не один год в преддверии Дня воинов-интернационалистов на плацу 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады проходят митинги памяти. Это дань уважения людям, выполнявшим свой воинский долг. За годы афганского конфликта на передовой побывали и офицеры 38-й бригады. Многие имеют награды за проявленное мужество. Сегодня свою миссию эти люди видят в том, чтобы помогать офицерам воспитывать из вчерашних мальчишек таких же серьезных и мужественных защитников Отечества. Годы нас уносят все дальше и дальше от тех времен. Но время не властно стереть в нашей памяти. Мы помним всех своих товарищей. Поэтому люди, которые почувствовали на себе все лихолетие войны, никогда не будут пропагандировать войну. А наоборот, наше все боевое братство афганцев мы проводим воспитательно-патриотическую работу среди молодежи, дабы по сильным трудам своим хоть как-то предотвратить все то, что может произойти. По традиции, в преддверии памятной даты на плацу перед соединением свои заслуженные награды получают наиболее активные ветераны, а также люди, сделавшие немало для того, чтобы страницы афганских событий остались в сердцах потомков. Особого почетного сувенира был удостоен мэр города Александр Рогачук, выполнявший в свое время воинский долг в Афганистане. Он стал обладателем новой для Министерства обороны награды – макета автомата ППШ. Кроме того, за активную общественную деятельность ветераны соединения участники боевых действий также были удостоены памятных сувениров от Министерства обороны. Я уверен, что сегодняшний личный состав, если будут соответствующие команды, проявляет себя так же высокопрофессионально, как военнослужащие во время службы в Афганистане. Но я уверен в том, что миролюбивая политика Республики Беларусь не позволит, чтобы у нас сегодня в нашей стране были ветераны боевых действий. Я уверен, что сегодня боевая готовность и высокий моральный дух 38-й бригады всех сил специальной операции – это фактор сдерживания агрессии. Я желаю вам успехов в боевой подготовке. Благодарю вас за память. Нам очень приятно, я скажу от имени всех ветеранов, находиться именно здесь, в прославленной 38-й отдельной бригаде. Мы вместе движемся к двум датам. В 2019 году будет 30 лет вывода войск из Афганистана и 1000 лет городу Бресту. Я приложу все силы, чтобы все отношения, которые сложились у руководства города с личным составом 38-й бригады, с командованием сил специальных операций, способствовали дальнейшему укреплению материальной базы, способствовали проведению дальнейших совместных мероприятий. И я уверен, что наша 38-я бригада лучшая. Они являются тем связующим двеном, которые обучают наше подрастающее поколение, учат, рассказывают про ту войну, рассказывают о том подвиге народа, включая наших земляков, которые принимали участие в той войне. За последнее время хочется отметить, что в городе Бресте организация воинов-интернационалистов сейчас приобрела серьезное значение именно в рамках той организации, которая занимается патриотическим воспитанием людей. Нашлись люди, которые сплотили. Но учитывая, что мэр города сам, бывший воин-интернационалист, поэтому под этой единой на сегодняшний день очень активная организация. Торжественным маршем прошли по Пласовой на служащие 38-й отдельной краснознаменной десантно-штурмовой бригады. Впереди их ждут новые учения, новые полевые выходы и новые учебные задания, с которыми они также успешно будут справляться и дальше. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. На текущей неделе свой день рождения отметило предприятие, работники которого отвечают за теплоснабжение города Надбугом. 50 лет назад, 15 февраля 1967 года, было создано Брестское котельное хозяйство. За годы работы структура претерпела серьезные изменения. Увеличилось количество котельных, улучшилась их оснащенность, существенно возросла численность сотрудников. О том, чем живет предприятие «Юбиляр сегодня», о празднике в честь круглой даты, а также о планах на будущее, смотрите в материале нашего корреспондента Анастасии Стропко. Мария Романченко в котельной на инженерной работает без малого 30 лет. Женщина признается вначале и не думала, что останется здесь так надолго. Но сегодня Мария Федоровна уверена, выбор профессионального пути был не случайным. И хотя работу легкой не назовешь, женщина не променяла бы ее ни на какую другую. Понимание того, что дело это важное и нужное, Мария Романченко считает одним из главных стимулов трудиться с полной самоотдачей. Знаете, мне, наверное, нравится моя работа, потому что ответственна, потому что, ну не знаю, тебя видят везде, ты здесь нужен, ты востребованный. Когда ты это чувствуешь, наверное, это лучше. Я считаю, что я себя нашла в этом месте. Сегодня в котельном хозяйстве работает около шести сотен человек. Они обеспечивают функционирование почти трех десятков котельных. Последние, в свою очередь, дают тепло в дома Брещан на объекты социальной инфраструктуры промышленное предприятие. Процесс этот должен быть максимально отлажен. Работа котельных, тепловых сетей и централизованных тепловых пунктов требует повышенного внимания. Взять хотя бы газ, который используется на большинстве таких объектов. Этот природный источник тепла не терпит пренебрежительного отношения, поэтому на предприятии постоянен процесс модернизации. Закупается современное оборудование, повышают свою квалификацию персонал. Яркий пример – котельная в переулке Брестских дивизий. Она в работе не один десяток лет, но благодаря двум серьезным реконструкциям справляется со своими задачами на сто процентов. Реконструкция первая. В 2004 году установлено 4 котла КВ-3 ГСКБ Брестского на газе природном, чтобы обеспечить вот эти тепловые нагрузки жилищно-бытового сектора. Следующая реконструкция была в 2011 году. На этот раз было установлено два котла КВ-6. В связи с тем, что Полесье Жилстрой начал застройку уже микрорайона вот этих новых домов, которые сейчас все видят в северном городке. Ну и немножко осталось тепловой мощности на перспективу. Впрочем, внимательным нужно быть и при использовании местных видов топлива. К слову, сегодня на балансе хозяйства находятся четыре котельных, которые перерабатывают в тепло исключительно щепу, дрова и торф. Еще четыре – комбинированных с газом. На случай внештатных ситуаций есть и передвижная котельная, работающая на дистопливе. Последнюю использовали, к примеру, когда необходимо было обеспечить теплом дома на Дубровке, пока строилась стационарная котельная. Ее проектированием, оснащением и вводом в эксплуатацию занимались специалисты самого хозяйства, которые имеют необходимое знание и опыт не только для обслуживания важных объектов, но и для их строительства. Из маленького предприятия наше предприятие на сегодняшний день выросло в большое и может обеспечить полный цикл работ по теплоснабжению, начиная от проектирования и заканчивая пусконаладочными работами и вводом в эксплуатацию объектов. Каким бы современным ни было оборудование, как далеко не продвинулись бы технологии, вклад человека в успех практически любого начинания сложно переоценить. На торжественном мероприятии в честь важной даты собрались все те, кого можно смело назвать профессионалами своего дела, в их числе и люди, занимавшие в разные годы руководящие должности в структуре. Я благодарен очень вам за те 13 лет, что вы вместе работали. Я вас всех люблю. Я благодарен руководству города, главам администрации, областному городскому ГБО ЖКХ за понимание в развитии теплоснабжения коммунального на благо нашего любимого города Бреста. Я желаю вам всем крепкого здоровья, экономического благополучия, чистого неба, чтобы все у вас получилось. Слова благодарности и поздравлений звучали со сцены практически непрерывным потоком. Юбилярам желали укрепления достигнутых позиций, постоянного совершенствования и долгих лет функционирования на благо города и его жителей. От имени городского исполнительного комитета, от себя лично, как того, кто курирует сложную коммунальную службу, отрасль, хочу поздравить с этим юбилеем. 50 – это начало большого пути, поэтому в добрый путь, с хорошим здоровьем, настроением и хорошими делами. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Следующий материал нашего выпуска посвящен культурной жизни областного центра. Речь пойдет о театральном искусстве, которое пользуется особой популярностью у жителей и гостей города. Многие спектакли, несмотря на то, что не являются премьерными, собирают в зале настоящий аншлаг. В этот раз мы решили немного отойти от привычного формата и заглянули в театральное закулисье. Виктория Садченко с подробностями. Бытует мнение, что современное общество более сухо относится к театральному искусству. Развеем мифы. Несмотря на то, что Брестский академический театр драмы представил постановку «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова еще осенью прошлого года, ажиотаж вокруг касс небывалый. Будний день, вечер – что еще нужно для похода в театр? Просто не хотелось сидеть дома и хотелось посмотреть. Чего ожидаешь от постановки? Ну, ожидаю каких-то незабываемых воспоминаний. Я театр обожаю. Мне посчастливилось в декабре 2015 года и 2016 года побывать в кино в этом театре Гродно. И сегодня я с большим удовольствием пришла сюда, в наш театр. Ожидаю какие-нибудь яркие моменты. Это на всю жизнь запомнится мне. Подруга предложила сходить, посмотрели. Ну, как бы комедия, решишь, надо посетить как-то. Мне вообще считают, что кинотеатры, ну, очень интересные спектакли показывают. И хотя бы иногда, но необходимо посещать такие мероприятия. Интересно сходить, посмотреть, узнать что-то новое. Современная молодежная ретро-комедия, разоблачающая обман – это самый подходящий сюжет для представителей подрастающего поколения. Постановка «Старший сын» – это история запутанных человеческих отношений, где поднимаются вопросы, актуальные всегда. Конфликт отцов и детей, философские размышления о жизни, вечные человеческие вопросы норм морали и нравственности. Конфликт времен. Вот так, как тогда жили, и как мы сейчас, суетно, бестолково, не замечая, главное, топчась по головам соседей, друзей, родственников. Вот эгоистичное время, жестокое время, какое-то сумбурное время. А тогда было немножко по-другому. И вот, может быть, где-то так пунктирчиком вот эта вот тема, а почему мы такие стали? Куда ж мы потеряли? А почему мы потеряли самое главное, что должно быть в человеке? Сочувствие, сопереживание, любовь к ближнему. Сюжет прост и незамысловат. Два циничных и дерзких молодых человека, студент Бусыгин и его друг Сильва, опоздав на электричку, ввязываются в авантюру, нагло обманув простодушного мужчину средних лет Сарафанова, прикинувшись его внебрачным сыном и сводным братом. Но такой веселый обман постепенно перестает быть игрой. Виной тому искренняя и безоглядная доверчивость Сарафанова, открытость его души и блаженная странность. Это побуждает в главном лжеце комедии Бусыгине совесть и сочувствие. Однако, как сейчас, признаться в коварном обмане. Этот спектакль заставляет задуматься прежде всего, что такое хорошо и что такое плохо, потому что в наше время такого тотального, тотальных шуточек, тотального стеба, вот этих интернет-мемов различных, несколько теряется градус трагичности. То есть люди привыкли на все даже какие-то трагические моменты смотреть со смехом в глазах и с иронией. А тут как раз таки в этом спектакле все это наглядно показано, как из какой-то шуточки, в принципе, оборачивается, все может обернуться некой трагедией для человека. Жизнь заточена так, на такой европизированный, что ли, или даже, скажем так, американизированный образ бытия, когда главенствуют деньги. Деньги. А вот даже в этом спектакле есть такая вещь, когда человеческие отношения, они выше, выше какой-то выгоды. Казалось бы, обычная бытовая ситуация раскрывает нравственные общечеловеческие проблемы. Два героя проходят путь из весельчаков-затейников к людям с более серьезным мировоззрением, тем самым заставляя зрителя задуматься о главном. Ведь, как когда-то сказал Владимир Маяковский, театр, не отображающий зеркало, а увеличительное стекло. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. В последние годы все чаще и чаще мы слышим о любительском спорте. Здоровый образ жизни плотно вошел в наш быт. Многие поспешили в тренажерные залы, бассейны, на корты. Активно набирают обороты в последние несколько лет и бильярд. Существующая в городе материально-техническая база позволяет создавать целые организации, объединяющие в своих рядах людей разного возраста, разных профессиональных предпочтений. Так началась история и объединение «Бильярдные волки». На протяжении нескольких лет оно существует при бильярдном клубе «Старт». А поднимают движение увлеченные энтузиасты своего дела. С бытом и спортивными буднями любителей классического пула познакомилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Субботний день для клуба «Бильярдные волки» всегда насыщенный. Это единственное время, когда ведут игру практически все участники сообщества. Под руководством опытных наставников-энтузиастов здесь открывают новые бильярдные секреты как новички, так и опытные игроки. За четыре года мы, я считаю, что сделали небольшой переворот в этом виде спорта в Бресте. Так как русский был более развит, а пул у нас как бы особо не развивался. Но этот шаг, так сказать, лег на мои плечи. И вот благодаря этому теперь у нас создан полноценный бильярдный клуб любителей пула. Еще несколько лет назад это движение начиналось с небольшой компании друзей, которые хотели поделиться своим увлечением пулом с теми, кому по душе проводить свободное время с пользой. Теперь в большой команде более 140 человек. И каждого из них приводит в зал своя заветная цель. Кто-то просто здесь в старте отдыхает душой, общаясь с друзьями во время игры. А кто-то тренируется для того, чтобы участвовать в соревнованиях и первенствах. Допустим, если у тебя надо отыграться, у тебя в основном какие-то шары, которые у тебя есть, ты не можешь забить, нет просвета в лузу. Поэтому ты отыгрываешься и выставляешь какие-то более-менее понятия. Есть такой снукер. Хотя они к пулу не применимы, но все равно снукер, когда биток не видит бьющий шар. И ты уже тут идешь по стратегии, чтобы сопернику было тяжелее ударить. И тем самым отыгрываешься, он отыгрывается, и ты, следовательно, можешь бить уже какой-то свой. И идешь уже на то, чтобы твой соперник сделал ошибку в ударе. Бытует мнение о том, что бильярд является исконным мужским видом спорта. Мол, эмоционально здесь ни к чему. Тут важны точность, меткость и умение справляться со своими стрессами. Однако свои награды в этом виде спорта зарабатывают и представительницы прекрасного пола. Кристина пришла в клуб относительно недавно. До этого в пол играл только ее супруг Сергей. Увлечение настолько захватило ее, что теперь все выходные пара проводит в игровом зале. На счету Брещанки уже есть первые успехи, которые не только радуют, но и в некотором смысле заставляют не стоять на месте, а идти к новым целям и рекордам. В профессии я вообще бухгалтер. Работаю в одном из достаточно крупных предприятий города. Коллеги, конечно, всем интересно, а что, а как, куда-то ездишь, где-то участвуешь, интересуются. Дружим, все общаемся. Такой достаточно сплоченный коллектив у нас образовался, поэтому очень комфортно. Несмотря на свою относительно небольшую историю, у бильярдных волков уже есть свои герои. Те, кто участвуют в соревнованиях разного уровня. Сейчас команда готовится к поездке в Польшу на любительский турнир. Азарт, с которым каждый из спортсменов работает во время тренировок, это еще одно подтверждение тому, что городу нужны такие любительские клубы, которые объединят ценителей качественного отдыха, тех, кто с Кием может проводить часы напролет. Да, многое уже сделано. Однако для того, чтобы развивать такое направление спорта, необходимо постоянно работать, искать взаимодействие с другими объединениями. Эта группа, которая гильярдные волки, это как раз та группа, с которой мы и должны работать. Их направление, которое они взялись, это пул, оно очень хорошо развито во всех странах мира. Просто, возможно, у нас не получало такого огромного распространения. Оно существует у нас, развивается в республике, проводятся чемпионаты республики. Наши спортсмены представляют тоже страну где-то за рубежом. Поэтому мы тоже очень заинтересованы, чтобы в их движении появляются люди, которые очень хорошо уже играют, сильно. И мы будем их тоже стараться продвигать дальше, чтобы они повышали свое мастерство и также представляли нашу страну на соревнованиях, и крупных, и масштабных. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 19 февраля погоду в городе Бресте будет формировать поле пониженного атмосферного давления. Днем скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося с Балтики. Преимущественно без осадков. Лишь утром и днем пройдут кратковременные осадки. Мокрый снег, дождь. Слабый туман, ночью и утром гололед. На отдельных участках дорог гололедится. От нуля до двух градусов выше нуля в ночные часы. Температурный фон дня плюс два, плюс четыре. 20 февраля город Брест окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ожидаются кратковременные осадки. Мокрый снег, дождь. Слабый туман, ночью и утром гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Днем по западу сильный порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от нуля до двух градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до пяти градусов со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова